Речь идет о таких нефтепродуктах, как бензин, дизель, керосин, нафта и мазут. Основой же для новых правил послужили санкции, которые были утверждены странами-членами ЕС в июне прошлого года. Речь тогда шла об эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Исключение пока сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут продолжать закупать газоэль. Прага также может пока приобретать российское дизельное топливо. Также предусмотрен переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на суда до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года. При этом речь пока не идет о полном запрете на российскую нефть на мировом рынке. Это понимают как в США, так и в ЕС. Администрация Байдена еще в самом начале выразила беспокойность тем, что если мы действительно уберем всю нефть с рынка, могут произойти скачки цен и возникнет хаос. Так почему бы нам не позволить части нефти остаться на рынке при условии, что она будет продаваться по определенной цене? И со временем, когда мы установим эти предельные цены, мы сможем понизить российские цены, отказать Путину в деньгах на его войну, не вызвав при этом резкого скачка, который сильно бы ударил по западным и развивающимся экономикам. Еще одна проблема для России, отмечают эксперты, заключается в том, что ей будет сложнее найти покупателей именно нефтепродуктов. Причина в том, что для сырой нефти существует естественный рынок в Азии. Китай и Индия, в частности, являются крупными импортерами нефти. Они могут импортировать нефть из России. В целом они всегда импортировали нефть в больших количествах из других стран мира. Российская нефть перерабатывалась, и теперь складывается сложная ситуация. Ведь такие страны, как Китай и Индия, производящие нефтепродукты, фактически сами являются экспортерами нефтепродуктов. Поэтому спрос на такую российскую продукцию там ниже. России придется искать покупателей не в Евросоюзе, а на других рынках за пределами Азии. Но до сих пор ей это удавалось с большим трудом. Новых крупных рынков сбыта для нефтепродуктов просто нет. С 5 февраля также вступило в силу правило, заложившее основу для определения потолка цены в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Так был установлен порог, при котором или ниже которого поставщики нефтепродуктов из России освобождены от запрета на их транспортировку в третьи страны морским путем. Кремля на новый эмбарго, заработавший с 5 февраля, реагирует так же, как и раньше. Стоит отметить, что 3 декабря прошлого года Совет ЕС установил предельную цену на сырую нефть из России на уровне в 60 долларов за баррель. Европейский запрет на импорт российской нефти и введенный западными странами потолок цен на нее обходится России в 160 миллионов евро ежедневно, почитали в январе аналитики Хельсинского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok